Так и не приходя в сознание, скончался 30-летний Мухаммеджан Исраилов, остающийся главным подозреваемым в деле о жестокой расправе над целой семьей в Туркестане. По версии следствия, мужчина на почве ревности поссорился со своей супругой, а после взял имеющееся у него травматическое оружие и стал расстреливать семью. При этом дети были убиты ударами тяжелого предмета по голове, у них оказались проломлены лбы. После расправы мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. У двух лиц у нас обнаружены огнестрельные ранения, у двух остальных двоих вдаленный перелом лобной кости. Кроме этого, в больницу также жители этого дома поступили, это Исраилов Мухаммеджан Бахадырович, 85-го года рождения, и Исраилова Рана Анарбаевна, а также несовершеннолетний ребенок Исраилов Давладпек, у которого обнаружены множественные резанные раны волосенной части черепной кости, геморрагический шок тяжелой степени. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Следов взлома в доме не обнаружено. Также установлено, что никакие ценные вещи не пропадали. В полиции сообщили, что раненый Мухаммеджан перед тем, как в пасть в кому, сделал признание. «Подозреваемый, он на тот момент признался, и то, ну, он был, во-первых, в таком тяжелом состоянии, в связи с тем, что бармотал очень много, говорил, что это все произошло в отношении, на почве семейных отношений, что он что-то сделал, ну, конкретно он не говорил, что он стрелял или кого-то убивал, но бармотал, в связи с тем, что у него был шок». Примечательно, но никто из родственников и даже соседей погибших не поверил в то, что Мухаммеджан мог в чем-то признаться. «При таком состоянии они не должны с допросом делать. Надо было помощь оказать этому мальчику, этому парню. Помощь оказать. А они допрос дали при шоке. Пуля сабеля пешана сюда». Полиции констатировали, что допрос раненому мужчине никто не устраивал. Полицейские лишь фиксировали то, что он сам говорил. «Во-первых, если бы родственники, у них какие были бы жалобы, они могут обратиться. У нас есть Управление собственной безопасности, Департамент Нужного дела. Насколько мне известно, такой жалобы не поступало. И со стороны сотрудников полиции на тот момент никаких следственных действий, тем более допроса, не происходило». Следствие по данному делу еще продолжается, но, скорее всего, в связи со смертью главного подозреваемого оно будет прекращено уже в ближайшее время.